Ежегодно 18 апреля во всем мире отмечается Международный день охраны памятников исторических мест. Этот день введен в 1982 году международной организацией ИКОМОС, созданной при ЮНЕСКО. Его цель – сохранение всемирного культурного наследия. На территории России имеется огромное количество уникального культурного исторического наследия. И его сохранение – это точно также одна из наших целей. Ежегодно, уже второй год подряд, Комитет по охране объектов культурного наследия организует акцию под названием «Неделя памятников». В рамках этой акции стартует большое количество мероприятий, которые в течение всего года проводятся на территории Вологодской области при содействии музеев, учреждений культуры, администраций муниципальных районов и широкой общественности. Цель этого мероприятия – привлечение общественности, представителей различных уровней власти к сохранению объектов культурного наследия, популяризации объектов и воспитания бережного к нему отношения. Данные мероприятия стартовали уже 10 и 12 июля в городе Великом Устьюге. Были проведены совещания с представителями Великоужской и Тетюжской епархии по вопросам сохранения объектов культурного наследия, религиозного назначения, а также была проведена презентация нового объединенного проекта зоны охраны объектов культурного наследия в город Великий Устьюг. Подобные мероприятия пройдут и на территории города. 14 апреля будет проведен круглый стол по вопросам развития туристской инфраструктуры, объектов культурного наследия, усадебного типа. А 15 апреля пройдет экскурсия, презентация проекта зоны охраны исторического поселения в городе Вологда с осмотром охраняемых видовых точек и охраняемых панорам. В данной экскурсии примут участие представители правительства, администрации, градозащитного движения города Вологды и также широкой общественности и все заинтересованные лица. Пройдет большое количество мероприятий на объектах культурного наследия в рамках предстоящих недель. Так до доступа будут открыты объекты культурного наследия, посещение которых в другое время невозможно. Для студентов Вологодского технического университета у нас организована учебная экскурсия в храм Ильи Пророка в Камени, где сейчас располагается известный Вологодский филиал и реставрационного центра Грабаря. Там ребята не только познакомятся с самим памятником, но и с теми направлениями деятельности, которым занимаются реставраторы. Также можно будет посетить известный дом с фресками, расположенный на Герцена 38. Экскурсию там проведет художник-реставратор высшей категории Соколова Ольга Александровна и покажет знаменитые живописные картины, которые были открыты при реставрации данного дома в 2000-х годах. Также этот дом в другое время для посещения практически недоступен. Такие мероприятия пройдут и на территории других муниципальных образований. Откроют двери для посетителей усадьба Качалово-Хвалевская в Бабаевском муниципальном районе. Можно будет посетить экскурсии на объектах культурного наследия в Никольском районе, связанные с именем нашего известного поэта Александра Яшина. Участие в данной акции примут музеи, учреждения культуры. Обо всех этих мероприятиях можно будет познакомиться на сайтах муниципальных образований, а также на сайтах непосредственно самих музеев и учреждений. Также на территории области пройдет, как и в прошлом году, большое количество субботников, которые будут связаны именно с объектами культурного наследия. Это не только объекты архитектуры, но и объекты, связанные с временем Великой Отечественной войны. Также мы хотим организовать акцию по поиску подобных объектов, оставшихся бесхозными, для того, чтобы закрепить над ними шефство. В этом году к нам уже поступило одно заявление от граждан, которые очень обеспокоены тем, что такой объект является бесхозным и практически непосещаемым в отдаленной сельской территории. Мы планируем привлечь к этой акции как студентов, школьников, так и сельскую интеллигенцию. Редактор субтитров А.Семкин